минуточку внимания хочу поставить бизнес нашей семьи наш бизнес это спортзал в городе арзамас находится он недалеко от банка арзамаса и недалеко от перекрестка также его можно найти легко gps пишите gps 6 раздел и 21 бизнес вот китан кирилл гейм и туда приезжаете тренируйтесь то здесь можно изучить здесь можно изучить все стили боя спарта кунг-фу кикбоксинг и удар строктя если вы выучите все стили боя вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам но самое лучшее из них это кикбоксинг либо удар строк нашим спортзале отличные ринге можно драться на деньги также есть много тренажеров обязательно приходите именно в наш спортзал вход конечно же бесплатный всем привет с вами кирилл его на канале кирилл гейм и сегодня мы играем в мелочкой на сером один холлеплей первый сервис кирилл путбол не забывайте его детьми не пристрации так чуваки сегодня я вам расскажу как же подняться на таком проекте как амазин холлеплей именно новичку не игроку который давно играет и боярку с большим уровнем либо у которого есть имущество а именно с нуля как подняться реально с нуля новичку принципе сегодня я об этом вам расскажу поэтому пацаны обязательно поставьте лайк ну что ж погнали ну что ж давайте начнем и на самого начала с чего начинается игра на любом проекте это в принципе с регистрации и здесь вы уже можете реально подняться каким способом если у вас на проекте играет друг либо вы собрались уже играть с другом то вы просто вводите его ник при регистрации так вот когда вы леет свой ник своего друга то вы прокачаетесь до пятого уровня он и вы получите по 50000 если у вас нет у друга с которым вы можете поэтому вы можете вести не можете вести либо мой ник либо мой промо-код также можете ввести а можете это же типа вот это реклама твоя промо кода никой так далее нет я говорю как есть возможно бы просто первый раз будете играть к рмп и вы не сможете че-то ник вести как бы это нормально многих я думаю такой бывает в принципе и поэтому просто можете ввести мой ник, он будет, если что в описании, либо ввести мой промокод, в принципе, его можно ввести также при регистрации, либо после регистрации, пишите мм промокодом, указать, друг, а приглашусь у вас на сервер, и все, в принципе, вот так вот вы и делаете, как бы это элементарно. Итак, вот вы, в принципе, появились на вокзале, у вас на кармане 2000 рублей, или касаль, сколько это дается, я точно не помню, ну и в первую очередь, я думаю, вы должны получить права, это естественно. И что вы делаете, вы просто берете и едете работать, а куда будете ехать работать, не именно на работу, а на подработку, а на какую, а именно на шахту, пацаны, потому что, по сути, на шахте больше всего платят, как бы пишите GPS, вот подработки, и здесь есть лесорубы, шахта, грузчики, водолазы, ферма и обратно грузчики, в принципе. Я вам советую идти на шахту, которая находится в Батырево, вы появитесь, если что, получается в Арзамасе, но если перезайти, там потом можно выбрать вокзал Батырево, просто берете скутер и едете, работаете на шахте. Давайте я, кстати, покажу вам эту шахту, в принципе, чтобы вам было еще понять. Так, вот, в принципе, это шахта, которая находится в Батырево, здесь вы можете работать либо под землей, либо над землей, это там, видите, где фура стоит, вы, в принципе, можете работать, как бы, в двух местах, ну, тут уже выбирать лично вам. Многие скажут, типа, да вот, есть квесты, как бы, но квесты там дают вам спец очки, за которые вы там можете купить разные улучшения, это не считается за заработок, поэтому я квесты учитывать не буду. Итак, после того, как вы поработали на шахте, в принципе, вы заработали денег, там, поехали, возможно, в автошколу, сдали на права. Автошкола на Мазине находится в Батырево. Это я рассказываю, видно, для новичков, пацаны. Если вы оу-скулный игрок, или как там, короче, который долго играет, то вам это неинтересно, можете, в принципе, выключить. Ну, а кто чисто хочет послушать, можете послушать. Как бы, автошкол находится в Батырево, да и в основном всё, что вам нужно, находится в Батырево. Это подработки, автошкола, там, ну, кутеры и так далее, всё здесь есть, в принципе, поэтому вы можете чалиться именно в Батырево. Так, вот, вы получили права, прокачались до второго уровня, допустим, ну, к примеру, говорю. И вам нужна новая работа, где больше платят, как бы, поэтому я вам советую именно поехать на шахту, точнее, на ферму. Ферма находится также в Батырево, в Роговичах. Там вы можете работать, собирать юки, по сути, урожай, как бы, и работать на комбайне. Я вам советую сдать сразу на все категории прав, потому что это вам реально пригодится. На комбайне, довольно-таки, кстати, неплохо платят. И хочу вам напомнить, даже обязательно послушайте эту информацию, что именно на выходных, на всех проектах Амазин действует X2. То есть, в пятницу вечера, в субботу, в воскресенье, X2 опыт, X2 зарплата. Это значит, что вы можете быстро прокачаться, во-первых. Во-вторых, вы будете в два раза больше зарабатывать. Поэтому обязательно это учтите. Советую всем работать на выходных. Тем более, сейчас учеба, и, как бы, нужно думать об учебе. И на выходных можете прокачиваться спокойно и зарабатывать деньги, в принципе. Итак, идем дальше. Вы поработали на ферме. В принципе, больше подработок прибыльных нету после фермы, если что. Самая прибыльная, это изначально шахта. Потом прокачались до второго или третьего уровня, точно не помню. И идете работать на ферму. И там тоже нормально вы можете, кстати, заработать. Особенно при X2 на комбайне. Да, команда всего 2 на сервере, но все же, я думаю, есть шансы поработать. Если вообще вы можете постоянно, чтобы у вас был включен компьютер, то вы можете, знаете, что делать? Да, вы можете собирать рулетки. Как только вы отыграете на сервере, вам дается 4 XP и 10 тысяч. Как только вы отыграете 6 часов, вы получаете бесплатную рулетку. Да, если у вас нет возможности донатить на рулетку, вы можете просто ее бесплатно крутить. Тем самым, просто отыграть 6 часов. Во-первых, вы прокачиваете свой уровень. Во-вторых, вы крутите бесплатную рулетку. Да, возможно, вам что-то сразу негодное не выпадет. Но все же, как бы это на халяву. Так, короче, мне пришлось произойти, потому что что-то сервер залагал. Ну ладно, в принципе, не важно. Так, в принципе, вы поработали на ферме, на шахте там и так далее. Прокачались до 8 уровня. Что вы делаете? Приходите в администрацию области, который находится в Батырево, и устраиваетесь на работу. На какую работу? А именно на работу дальнобойчика. Устраиваетесь вот на эту работу, дальнобойчика. И что вы делаете? Вы просто работаете. Советую работать именно на выходных, потому что... Ну, если у вас будет даже нулевой скилл, как бы есть скилл, да? Вот, смотрите, G-Skill пишем, есть скилл дальнобойчика. У меня, допустим, 14 скилл дальнобойчика. Я получаю без X2 14700, при X2 получаю 21700, да где-то так, короче, получаю я. И вам советую тоже работать при X2, вы будете качать уровень, точнее, скилл будете качать. Ну, тем самым, в принципе, уровень тоже будете качать. И будете зарабатывать неплохие деньги, я думаю, за выходные вы сможете спокойно за 2 дня заработать, ну, 1500 точно. Поэтому всем советую, в принципе, работать именно на дальнобойщиках, как бы. Потому что, ну, здесь трудного ничего нет у дальнобойщиков, просто работаете, зарабатываете деньги. Потом, когда вы, в принципе, уже поднялись, вы можете спокойно себе купить квартиру, машину. Главное, пацаны, это прокачать уровень. Уровень решает, реально, потому что вы сможете работать, ну, на многих работах, как бы. Но всем советую именно дальнобойщики, потому что, да, это долго, нудно будет, зато неплохие деньги, и вы качаете скилл. Как только вы прокачаете скилл свой выше и выше, вы будете получать тем самым больше и больше денег. Поэтому всем советую работать именно на дальнобойщиков. Но потом уже можете заниматься. Либо перепродажей машин можно заниматься. Но не советую ходить в казино. Да, пацаны, казино, типа, можно бабок поднять. Но лучше, пацаны, потихонечку купите бабочки. Казино это зло. Да, вы можете подняться, но также можете всё проебать. Вы, допустим, там работали, развались месяц, и всё проебали за буквально 5 минут в казнике. Я думаю, это будет довольно-таки неприятно. Поэтому никому из новичков не советую ходить в казино вообще. Лучше просто работайте, зарабатывайте деньги. Потом, когда уже подниметесь, можете заняться перепродажей машин, там, перепродажей домов. Ловите дома бизнеса, у кого есть такая возможность, в принципе. Поэтому я вам помог. Надеюсь, пацаны, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok